С вами Николай Пимненко в проекте Дата. Сегодня 17 ноября. Международный день студентов. Установлен в 1941 году на митинге делегатов от студенчества 14 стран в Лондоне в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных гитлеровцами в этот день в 1939 году. Сегодня Международный день студентов является символическим объединением студентов всех факультетов и всех учебных заведений. В России этот день не особенно известен и широко не отмечается. Массовые мероприятия в честь учащихся вузов, техникумов проходят у нас, как правило, 25 января в Татьянин день, в день студента. Также сегодня Международный день недоношенных детей. А еще в нашей стране отмечается день участковых уполномоченных полиции в России. Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР в этот день, в 1923 году, была утверждена инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых в российской милиции. Ну а теперь о родившихся. 1906 год. В семье Кузнеца родился Суитира Хонда, конструктор и основатель той самой компании. В детстве помогал отцу в маленькой мастерской по ремонту велосипедов и в кузнечном магазине. В то время, как Хонда ходил в школу, в его городке стало появляться все больше автомобилей. В основном это были американские Ford T. Он наблюдал за ними, а в 1922 году, окончив 8 классов, 15-летний Хонда преодолевает пешком 358 километров до Токио, чтобы работать механиком в автомастерской. Там неопытный еще Хонда и получил возможность заниматься тем, о чем всегда мечтал, а именно ремонтировать машины. Ну а получив в сентябре 1948 года большой банковский кредит, он начинает заниматься производством мотоциклов и двигателей, как президент компании Honda Motor Corporation, который станет впоследствии одним из главных производителей мотоциклов в мире. Но в 60-х, вопреки мнению, что Японии не нужен еще один автопроизводитель, Хонда занимается выпуском машин. Его первой моделью становится малолитражка номер 360, которая завоевала большую популярность в мире благодаря нефтяному кризису 70-х годов. В 1944 год в этот мир приходит Дэнни Дэвиду, американский актер, режиссер, продюсер. В киноиндустрию он приходит буквально из парикмахерского салона, окончив Уилл Фреддскую парикмахерскую академию. Приобрел широкую известность, сыграв одну из ярчайших центральных ролей в телесериале «Такси» – роль диспетчера службы такси Луида Пальмы, за которую получил, кстати, премию «Золотой глобус» и премию «Эмми». Всемирная же известность приходит к нему после исполнения роли каратышских гангстера в фильме «Роман с камнем». 1966 год. День рождения Софьи Марсо. Французская киноактриса, кинорежиссера и певица. Актрисой она стала в 14 лет, когда случайно с подругой пришла на кинопробы. Режиссер Клод Пинотто выбрал девочку из тысячи претенденток и утвердил на главную роль в фильме «Бум». Лента приносит Софи популярность, а продолжение «Бум-2» премию «Сезар» за лучший кинодебют. Событие дня. 1736 год. В Марборгский университет зачислен 25-летний Михаил Ломоносов. Прожив в этом немецком городе около пяти лет. Он изучил математику и естественные науки, брал уроки немецкого французского риторики, рисования, танцев и фехтования. Много трудился. Там же, в 1740 году, в церкви местной реформаторской общины, Ломоносов обвенчался с 20-летней Елизаветой Христиной. В России Елизавета Андреевна – цирк, младшей дочери вдовы пивовара, хозяйки дома, в котором он снимал комнату. Любовь. 1796 год. Умирает Екатерина II. За годы ее правления в состав страны к 1796 году входят Северное Причерноморье, Приазовье, Крым, Правобережная Украина, земли между Днестром и Бугом, Белоруссия, Курляндия и Литва. Население возрастает с 23 миллионов в 1763 году, почти до 38 в 1796. Россия – самая населенная европейская страна. На нее приходится 20% населения Европы. Екатерина II образовала 29 новых губерний и построила около 144 городов. 1840 год. Освобожденный заключение Рихард Вагнер. В то время он был мало кому известным музыкантом, перебивался случайными приработками и попал в парижскую тюрьму за неуплату денежного долга. Впрочем, условия содержания во французской кутузке оказались не слишком суровыми и несостоятельных должников по определенным дням даже распускали по домам. Воспользовавшись этим обстоятельством, Вагнер, отбывая срок, сочинил либретто своей знаменитой оперы «Летучий голландец», которая за 500 франков он продает директору парижской оперы и таким образом расплачивается с кредитором. 1855 год. Шотландский следователь Африки Дэвид Ливингстон первым из европейцев увидел водопад на реке Замбейзи высотой 120 метров. Он называет его именем королева Виктории. Местные жители знали о водопаде, но белые не верили в его существование из-за отсутствия горных массивов. Виктория ни по перепаду высот, ни по ширине потока не является водопадом-рекордсменом, но у нее есть мировое первенство в номинации «Площадь слива» 1700 на 108 метров. 1948 год. Крейсер «Аврора» поставили на вечную стоянку у причальной стенки Большой Невки. Во время войны корабль, прошедший русско-японскую войну 1904-1905 годов от попадания артиллерийских снарядов противника лег на грунт в Араненбауме. 20 июля 1944-го крейсер был поднят аварийно-спасательной службой Краснознаменного Балтийского флота и в 1945 году отбуксирован в Ленинград для ремонта на Балтийском судостроительном заводе. Ну а с 1948-го корабль использовался как учебная база Ленинградского Нахимовского училища. 5 июля 1956 года на «Авроре» открылся филиал Центрального военно-морского музея. В 1984-1987 годах на крейсере были произведены ремонтно-восстановительные работы и переоборудование. В результате был фактически создан заново макет крейсера с использованием некоторого количества подлинных деталей. Музей на «Авроре» посещает до полумиллиона человек в год. 1962 год в журнале «Новый мир» была опубликована первая повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», которая, кстати, понравилась самому Никите Хрущеву. 1989 год. В этот день в Праге начинаются студенческие демонстрации, положившие начало так называемой «бархатной», то есть бескромной революции. Эти события коренным образом меняют политическую ситуацию в Чехословакии. В Чехии день 17 ноября объявлен днем борьбы за свободу и демократию, а в Словакии днем борьбы против тоталитаризма. Ну и последнее. В 1901 году в этот день родился Иван Александрович Пырьев, легендарный советский кинорежиссер. Его работы «Партийный билет», «Трактористы», «Сынарка и пастух», «Сказание о земле сибирской», «Кубанские казаки», «Идиот», «Братья Карамазовы». Работы, поставленные в 30-е и 40-е годы и многие картины в жанре музыкальной комедии. Именно они пользовались огромным успехом у зрителей. Ну а в последние годы давно скончавшегося мастера критики упрекали блокировки действительности, несоответствия реальной жизни и так далее. Сам же Пырьев в 1948 году писал «Наши картины должны увлекать зрителей не только своим содержанием, но и своей занимательной формой, богатством человеческих характеров, красотой национальных особенностей, быта, обычаев и фольклора нашей Родины. Наши картины должны не только воспитывать зрителя, но и одновременно давать ему истинное эстетическое наслаждение. Ну как тут не согласишься с великим киномастером? С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».